Слава Иисусу Христу! Слава навеки Богу Святому! Друзья, приветствую всех из города Тулы, земли тульской. Эти дни молюсь о поездке в Украину, поездке в Киев, буду у нас в церкви. И планирую, даст Бог, уже в это воскресенье, но сейчас жду приглашения, документы. И выезжаю сразу. Поэтому прошу ваших тоже молитв святых об этой поездке, большой поездке, продолжительной. Буду порядка трех месяцев, до апреля месяца буду в Киеве и по Украине служить Словом Божьим. И в наших церквях, и в гостях буду, даст Бог, в других церквях тоже. Ну, как всегда, в общем-то, в разных конфессиях, в разных динаминациях тружусь таким образом. В семинарии запланированы тоже мои лекции в Киеве. Так что буду в начале февраля и в начале марта проводить там занятия. Вот. И семинары по истории христианства в нашей церкви буду тоже проводить. И на Кловской. Вот. И даст Бог вновь прямые трансляции проводить по утрам утренних молитв. Потому что здесь, к сожалению, не имея такой физически такой возможности, технически. Вот. Но там уже будет возможность как раз там квартира, есть возможность проводить трансляции такие. Здесь-то мы живем в довольно очень таких стесненных физических обстоятельствах, условиях. И в отчаянных порой обстоятельствах, но не отчаиваемся. Слава Богу. Вот. В тесноте, да не в обиде, как говорят. Вот. Живем большой семьей нашей. Вот. Шестер детей. Вот. Ну, внук у нас часто тоже гостит. Вот. И в хрущевской трехкомнатной квартире. Ну, она, по сути, двухкомнатная такая. И поэтому и, в общем-то, потому что одна проходная комната. Вот. Поэтому, понимаете ли, с трансляцией не получается никак у меня. Чтобы утром выходить по утрам. Потому что кто-то на работу, кто-то с работы, кто-то на учебу, кто-то с учебы. Вот. И утром, и вечером не получается. Но в Киеве там больше возможностей, потому что вот на квартире и там комната целая отдельная. Вот. Где можно, пожалуйста, делать такую, как бы, импровизированную студию. Вот. Но молюсь также, чтобы и здесь, будучи вот в Туле, в Москве, в Питере, иметь возможность выходить в прямые трансляции, такие, в прямом эфире. Ну, при первой же возможности я это делаю. В Рязани, допустим, был в Баптистской церкви на Бутырках. Вот. Тоже там, пожалуйста, проводил трансляции утренних молитв в несколько раз. Да. Слава Богу. Вот. Но даже если нет трансляции, друзья, подключайтесь. С хлебопреломлением, даже если нет трансляции, то подключайтесь там уже к записям, какие уже там, там много уже разных записей на канале Ютуба с этими прямыми эфирами. И совершайте хлебопреломление. Да и даже если и нет интернета, и нет возможности подключаться, самое главное, подключайтесь в Божьем Святом Духе. Вот. Я даже если в поездке, даже если в дороге, там беру с собой там воды, бутылочку, немного хлеба или печенюшки какие-то, вот и совершаю хлебопреломление, причастие Евхаристию, да, хлебом, водой даже. Потому что не вещество самого вот этого хлебопреломления нам важно, не хлеб-вино, не качество хлеба, не качество вина, а качество нашей веры, нашего рассуждения о теле крови Господа нашего, Спасителя Иисуса Христа. Вот именно вот это и есть настоящее хлебопреломление. Вот. Кстати, дети когда были маленькие, сейчас уже большие все, вот, хотя у нас еще одна школьница есть, вот, дома, и, да, значит, но все остальные уже закончили школу, уже учатся в колледжах, где-то там работают и дальше. Вот. И, знаете, ну, когда они были маленькие еще, да, у нас их было только трое еще детей, тогда не шестеро, только трое было детей еще, вот, и потом как раз четвертый наш ребенок только родился, это мы жили в Киеве в 97-м году, вот, и, да, 98-й уже был год, уже 98-й уже год был, вот, и я помню такой момент был, когда я об этом рассказывал на хлебопреломлениях часто, и в церкви, в собрании, да и в трансляциях тоже не раз уже вспоминал такой эпизод, но хочу сейчас вспомнить снова, вот, там было так, что мы с женой были на кухне, мы снимали тогда квартирку вообще микроскопическую, малосемейка, как коммуналка, малосемейка переделана, там сидячая ванна такая с туалетом, вот, кухня, где только один человек может находиться, но двое, это уже так вот в притирку, в тесноте. Вот, коридора фактически нету, ну, там такой тамбур такой, знаете, как вот маленький микроскопический лифт такой, вот, значит, только чтобы зайти и повесить что-то, вот, и, значит, и сразу попадаешь в комнату, но балкон был зато, вот, кстати, да, вот, значит, и вот интересно, что мы купили пряников, молока, все это было у нас на кухне, мы с женой были, втиснулись тогда в кухню, в кухню, я бы туда меньше комплекции, сейчас бы уже вдвоем они втиснулись бы даже в ту кухоньку, вот, но тогда вот уместились так вот в притирочку на кухоньку, значит, и попиваем чаечек, вот, и у нас молоко, мы купили молока, значит, и пряников, вот, там мы снимали на этом, как называется, сейчас я на Киото бываю каждый раз, вот, в последние разы, значит, на левом берегу, а тогда мы на Малышка, Андрей Малышка, вот, улица, вот, возле метро Черниговская, и как раз мы там ходили на рынок часто, юность называется, да, вот, и там покупали, вот, кое-что продукты, вот, и там мы купили как раз вот это вот молоко и пряники, и дети таскались с кухни, в комнату пряничка, пряничек, еще пряничек, там молочко, еще молочко налили себе, ну, так, я проследил, как они там все это едят, что делают вообще, вот, и смотрю, а там, как смотрю, там в комнату просто заглянул, уже ты в комнате, вот, и, значит, и дети, папа, проходи к нам, проходи, на что такое, они играют в церковь, они играли в церковь, в причастиях, либо преломления, значит, и там разложили медведей, кукол на этой кровати, ну, там одна кровать, она раскладывающаяся, она на всю комнату как раз, собственно, и раскладывалась, вот, значит, почти, вот, значит, и разложили все там, значит, этих медведей, кукол, вот, и Настя там, как организовывала все, вот, как пастор, что ли, какой, вот, Коля, как проповедник там, с Библией, что-то объяснял там даже, вот, говорил, Серафим был маленький совсем еще, он там сидел вместе с медведями и куклами, там, как прихожанин, вот, ну, и при части играли они, и, вот, значит, да, я воспринял это тоже, как игру, поначалу, думаю, ну, хорошо, что так играют, значит, неплохо, вот, и был среди них, сел среди этих медведей, кукол, вот, и совершали мы хлебопреломление, и, знаете, я это, как игру воспринимал, ну, несерьезно, я не думал, что это будет так серьезно, но Бог очень сильно пришел в своем присутствии, вот, в том служении, это действительно было служение, это физически ощущалось, пусть это было в маленькой комнатушке, там, в малосемейке, там, на малышка, ну, это было вселенского масштаба служения, действительно, огромное, я был потрясен вот этим сильнейшим присутствием Бога, физически оно чувствовалось просто, это присутствие очень сильно, я был потрясен, не знаю, что дети чувствовали, но я был потрясен, это было молоко, это были пряники, вот, но это было тело и кровь Иисуса Христа, я честно вам говорю, это действительно было тело и кровь Иисуса, моего Спасителя, я принимал причастие, и, знаете, вот тот случай, он очень сильно на меня повлиял, и к размышлениям об этом, о хлебопреломлении, там не было вина, там не было хлеба, там были пряники и молоко, но там был Бог, Иисус говорил, что кто не пьет его, не пьет его крови, не ест его тело, не имеет части с ним и жизни, знаете, не о буквальном каннибализме он имел в виду, конечно же, не говорил так, он говорил, что слова его есть дух и жизнь, а не духовные слова эти, не буквально надо понимать, многие ученики даже обиделись, даже оскорбились, как бы и сказали, что мы больше не ногой в эту всю ногу, и ушли, знаете ли, это шестая глава от Иоанна, вот, и осталось двенадцать, но даже и как бы им Иисус он предложил уйти, он понимал, что творится в их сердцах, в их умах, он понимал, что очень сложно то, что он пытается донести, усвоить, и он сказал, что он не обидится, он не против, если они тоже уйдут, вот, но он поймет это все, но слава Богу за нашего брата Петра, который встал и выразил то, что было в сердцах оставшихся, да, многие вещи недопонимали, многие понимали вещи неправильно, но одно Петр выразил очень четко и ясно, то, что было в умах этих людей, что он, Иисус Христос, имеет глаголы вечной жизни, таинство, слово, он есть слово живое, в эти дни вот в Украине поются песни рождественские, вот, я, к сожалению, не смог быть, но очень люблю эти песни, там в одной из песен украинских там есть такой куплет, «Слово очее, слово очее, взяло нася тіло, в темностях земних, в темностях земних сонце засвятило, Христос родився, Бог воплотився». одна из прекраснейших песен рождественских и прекрасные слова вот эти, меня они очень сильно потрясли, я помню, тогда еще в 97-м еще, еще за год до этого события в Киеве, очень сильно потрясли в 97-м году, да, я слышал впервые эти песни, вот, и был потрясен глубиной вот этого откровения, богословие в песне, в простой народной песне, богословие, это потрясающе, благословенный украинский народ, родивший такие песни, и там, по-русски, что да, слово отца, Божье слово, отцовское слово, взяло на себя тело, оделось в тело человеческое, в темноте земли воссиял свет, Христос родился, потрясающие слова, и действительно, хлебопреломление, причастие, это не то, что мы совершаем нашими желудками, нашими ртами, то, что входит в нас, то, что мы едим, Иисус говорил так, что да, все понятно, оно входит и выходит, чем очищается всякая пища, в общем-то, не осквернить, не тем более осветить, не может нас, то, что мы едим, пьем, нет, здесь Иисус говорил о большем гораздо, о сопричастности Христу, о причащении самого Христа, о погружении в Него, нашим, и о Его погружении в нас, о том, что греческим словом баптизу в то время объясняли люди именно погружение в Него, а Его в нас, вот, или теми словами, которые я тоже очень часто люблю вспоминать, слова из книги Шир Гаширим, «Песня песней», где говорится «Они ле доди ве доди ли» «Я принадлежу моему возлюбленному», в синдайном переводе говорится так, «А возлюбленный мой мне», принадлежит мне. Потрясающие слова, а буквально «Я в нем полностью без остатка», «Он без остатка полностью во мне», «Это одно», «Мы слились любовно, воедино», «Союз любви» «Прекрасен». Еще лет 20 назад, да, тогда же как раз, лет 20 назад я написал эти стихи, надо вспомнить, будет полностью их. Я где-то записываю, записи где-то есть. А, кстати, даже на сайте я публиковал их, если что, можно посмотреть даже там, вот, на сайте и в блоге своем, и в этом сайте стихи.ру, вот, вспомнил сейчас, да, там есть проза.ру, но там я пока еще не выставлял ничего, фактически, да, надо бы тоже выставить. Накопилось много всего. Вот, значит, а на стихи.ру там я выставил архиепископ Сергей Жуалев, там можете посмотреть, сейчас не помню точно, полностью, но там такие слова есть. Давно уже написал их, уже больше 20 лет уже прошло. И слова такие, что «Дышу Тобой, живу Тобой, Господь, Ты мой покров живой, стал Ты моей новой судьбой, дышу Тобой, живу Тобой». И также вот по поводу покрова, что «Как наш союз любви прекрасен». Удивительно. Так что причастие, хлебопреломление – это союз любви, союз нашей любви с Ним. Его любви к нам, нашей любви к Нему. Его погружение в нас, наше погружение в Него. Это хлебопреломление. Поэтому причастие, я еще раз возвращаюсь к тому, с чего как раз вот что начал говорить, что причастие совершается не желудками или ртами нашими. Нет, то, что входит, оно и выходит и не освещает нас. А чем совершается причастие? Нашим умом, нашим сердцем, нашим разумом и нашей душой, нашим сердцем. Вот то, что из сердца исходит, это либо оскверняет нас Машиах, так говорил Христос, говорил так, либо освещает нас, либо оскверняет нас. И сердце, замыслы всякие, помыслы. И самый великий помысл, который освещает нас, рассуждение наше о теле крови Иисуса Христа. Хлебопреломление это рассуждение о теле крови Господа Иисуса. Павел писал, апостол Павел Коринфянам, что многие верующие тех лет, многие болели, немало умирали, люди, не рассуждая о теле крови Иисуса Христа. То есть, такие благословения, которые они могли бы иметь, они проходили мимо церкви этой, мимо многих верующих, по крайней мере. И многие люди оставались в болезнях, многие люди оставались в немощах, и даже немало умирало людей, потому что они не рассуждали о теле крови Иисуса Христа. То есть, они рассуждали, конечно же, они знали, наверняка, как и мы сегодня знаем, что Христос умер за грехи наши. Да, и на самом деле. Но это полуправда, это не вся правда. Вся правда в том, что он не только за грехи наши, не только прощены мы через кровь Иисуса Христа, но и ранами его мы исцелены. Исцеление, освобождение, все благословения небес через кровь Иисуса Христа, агнца Божьего, совершаются. Поэтому, друзья, утром, когда имеете возможность помолиться, возьмите немного хлеба, налейте себе немного соку или просто даже воды, молока и пряника в конце концов возьмите, неважно, вещество само, само рассуждение, важно. Ну и, конечно, даже и не вкушая ничего, если у вас абсолютный пост, допустим, даже вдох, выдох мой, это сам Господь Иисус. Каждый мой вдох, каждый мой выдох, это причастие мое, тело крови Иисуса, мое рассуждение, каждое мгновение моей жизни, это рассуждение о теле крови Иисуса Христа. Действие мое, действия мои, все в рассуждении тела крови Иисуса Христа. Это мое погружение в Него, любовное такое, погружение в Него, и Его любовное погружение в меня. Однажды, тоже лет 20 назад, еще было, в Днепропетровске приехал тогда, и перед служением я сказал Богу такие слова, что мне очень хорошо с Ним, на самом деле было так хорошо, удивительно, и я услышал тихий голос, как будто моя мысль, а мне еще лучше с тобой. И знаете ли, это тогда перевернуло мое богословие во многом, и до сих пор, уже больше 20 лет прошло, но я все рассуждаю об этом, и благодарю Бога за то, что Ему хорошо со мной, а мне хорошо с Ним. как нам хорошо вместе. Как хорошо. Благоставляю всех вас, друзья, да благоставит тебя Господь, и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь, светлым лицом своим, и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя, и даст тебе мир, во имя Иисуса Христа. Аминь. Из города Тулы за речи Божьей милостью архиепископ Сергей Журавлев, реформаторская православная церковь Христа Спасителя, Киевская архиепископия. Мир всем вам. Молюсь эти дни за Россию, о духовном пробуждении ее, о всех странах бывшего атеистического, безбожного Советского Союза, о духовных пробуждениях в народах наших, о мире между Россией и Украиной, о прекращении этой войны, братоубийственной войны, и информационной войны, и всяческой. Чтобы мир, шалом Божий пришел в наши народы и духовное пробуждение. Кровь Иисуса Христа, она действительно нас соединяет с Богом и друг с другом. Я верю в силу крови Божественной Иисуса Христа, в силу Божественной любви, потому что всякую вражду, в том числе межнациональную рознь, между евреями, неевреями, между разными народными племенами, между разными людьми, через кровь Иисуса Христа пришло примирение. Разрушение этой вражды пришло через кровь Иисуса, через крест Господний. Аллилуйя. Благословляю всех вас. Вот. И паки-паки, с чего начал, тем завершаю. По скрипту прошу ваших святых молитв о поездке, предстоящей в Украину. Сейчас жду документы, приглашение, и выезжаю. Вот. Если получится, даст Бог, с документами все в эти дни, сегодня-завтра, то тогда, значит, поеду уже в субботу и в воскресенье утром буду уже у нас на служении. Если не получится в это воскресенье, то уже в следующие, уже на 19 число. То есть, либо 13 декабря, ой, извиняюсь, января, либо, значит, 19-го. Вот. И сегодня 10 января 2018 года. Пусть... 2019 года, извиняюсь. Я все еще пишу, даже пишу, подписываюсь, там, 18-й год. Все, как-то привычка уже. 19-й год. 19-й год января уже. 10 января. Шалом, мир Божий. Благоставляю всех вас, дорогие друзья. Амилуя. Накрыл здесь камеру. Таким пакетом. Снегопад небольшой такой. Чуть-чуть снежок идет. Обнимаю, целую всех. Шалом. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя починая. Аллилуйя.